Всем привет! Сегодня я буду рассказывать о своем уходе, скорее о системе своего ухода. Ничего здесь такого особенного не будет, просто у меня есть определенная схема, которой я следую, и мне хотелось бы поделиться с вами этой самой схемой. Немного скажу еще о некоторых продуктах ухода, которыми пользуюсь, но мне кажется, это достаточно такое индивидуальное, сугубо индивидуальное явление, уход. Что, наверное, не всегда стоит прислушиваться к мнению других, может быть, иногда пробовать. Итак, начнем именно с самого интересного, с системы ухода. У меня все записано в календарь, в телефон, поэтому я никогда ничего не пропускаю и слежу строго вот этому своему расписанию. Ну, вводные еще данные. У меня кожа больше нормальная, она может иногда быть жирной в Т-зоне и сухой на щеках, в зависимости от времени года и, ну, там, всяких средств, которые наношу, но в целом, скорее всего, она все-таки нормальная. Итак, про схему, про систему. Начну я с месяца, а потом перейду к неделе. Раз в месяц я пользуюсь маской с салициловой кислотой, то есть БХА-кислотную маску. Ну, в ней тоже могут быть и какие-то другие кислоты, в смысле фруктовые, но главное, что если есть там салициловая кислота, такой маской я пользуюсь раз в месяц. У меня это каждое двадцатое число. Раз в десять дней я пользуюсь глиняной маской. Это у меня каждое десятое число. И раз в десять дней, каждое пятое число, я пользуюсь скаткой. Именно скаткой, ни скрабом, ни гаммажем, потому что, кроме того, что у меня уже, наверное, скорее возрастная кожа, потому что мне уже практически 36 лет, она еще у меня чувствительная, поэтому скатка – это самое подходящее. То есть, у меня раз в месяц БХА маска, раз в десять дней скатка, раз в десять дней у меня глиняная маска. Если у меня когда-то они пересекаются, а как очевидно, что двадцатого числа у меня будут пересекаться глиняная маска и салициловая маска, то я делаю типа мультимаскинг, то есть на этой зону я наношу глиняную маску, а на остальную часть я наношу салициловую маску. Теперь недельный уход. Теперь про неделю. У меня тоже тут все расписано, но у меня есть еще как бы утренний уход, вечерний уход. Утренний уход у меня всегда практически одинаковый, я тоже о нем скажу попозже, а вот вечерний уход у меня отличается, и вот как он у меня отличается. Например, в понедельник я пользуюсь только увлажняющим кремом, во вторник у меня ночная маска, в среду у меня кислотный крем, то есть крем с фруктовыми кислотами, в четверг у меня может быть дополнительная какая-нибудь маска, которая не относится вот к этим всем категориям, которые у меня там раз в 10 дней, раз в 20 дней, либо я хочу дополнительно использовать какую-то маску еще разок, мне кажется, что нужно. В пятницу у меня опять ночная маска, в субботу у меня опять кислотный крем, и по воскресеньям у меня фруктовая маска. Плюс к этому, ко всему, я еще могу пользоваться дополнительно увлажняющим кремом, то есть, ну естественно, после обычной кислотной маски и маски я пользуюсь кислотным кремом. Без всех этих пояснений у меня получается так, понедельник только увлажняющий крем, вторник ночная маска, среда кислотный крем, четверг дополнительная маска и увлажняющий крем, пятница ночная маска, суббота кислотный крем, воскресенье фруктовая маска, и увлажняющий крем. Если по каким-то причинам мне пришлось пропустить использование маски, я стараюсь это сделать, может быть, на следующий день, или бывать, если я знаю, что, например, по расписанию у меня не получается, то я накануне это сделаю. Но самое главное – регулярность. Самая главная регулярность. Я все это делаю по своим ощущениям. У меня есть потребность в увлажнении и в очищении. То есть, это самые две главные вещи для меня – увлажнение и очищение. Я еще обязательно пользуюсь увлажняющими масками. Особенно, когда наступает зима и начинают топить батареи, сразу же пошли в ход увлажняющей маски. Когда холодно, без увлажняющих масок я жить не могу. Я обычно зимой делаю увлажняющую маску каждое утро. Летом я обхожусь без увлажняющей маски по утрам, хотя иногда хочется ее сделать, и я делаю. Насколько я знаю, увлажняющие маски можно использовать в принципе часто. Вот, что касается ежедневного, утреннего и вечернего ухода. Ну, я быстренько расскажу, как у меня это все происходит. Мне кажется, что у всех это всегда одинаково. Но утром у меня происходит все так. Я просыпаюсь, умываюсь пенкой обычной. Потом я делаю увлажняющую маску. Это 10-15 минут. Я просто ее наношу и, например, там что-то делаю. Я не знаю, там, делаю себе кофе или, там, раскладываю что-то. Ну, то есть, 10 минут утром для меня пролетают очень быстро, потому что мозг спит, тело двигается, а мозг спит. И, в общем, ты глазом не успеешь моргнуть, пока я там тупила в телефоне. Уже пошло 10-15 минут, и, в общем, маска уже как-то сработала. Потом я умываюсь. И зависит, естественно, от того, нужно ли мне уже сразу краситься, садиться. Либо у меня есть еще время, потому что я не с самого раннего утра начинаю работу каждый день. Ну, иногда бывает начинаю с раннего утра, иногда нет. Поэтому я наношу либо просто тоник какой-нибудь, либо крем. Если же мне нужно краситься, естественно, я потом сажусь краситься. Я уже показывала в каком-то видео, где я наношу тоник, там, в общем, крем, все дела. Это уже дальше обычно то, что, мне кажется, все делают всегда одинаково. Вот так у меня проходит утренний уход. Что касается моего непосредственного ухода, мне подходит российский уход и аптечный уход. Корея мне не подходит. Возможно, что-то и подходит. Но то, что я пробовала, у меня как-то вызвало не очень приятные ощущения. Что-то даже совсем нехорошо. И как-то я сторонюсь и не пользуюсь больше Кореей. Может быть, когда-нибудь попробую. Также у меня есть еще такая особенность. Я не знаю почему, но сильно активные уходовые средства, например, с подтягивающим эффектом, да, с каким-нибудь там активным воздействием, я не знаю, с сильным увлажнением, сильным питанием. Ну, то есть, силь активные, реально активные, я не знаю, с согревающим эффектом. В общем, все вот это с охлаждающим тоже. Вот эти все продукты мне, в общем, моей коже тяжело воспринимаются. Поэтому я не пользуюсь практически ничем. Мне лучше, чтобы все было достаточно так умеренно, да, увлажнение там умеренное, подтягивающий эффект, да пусть он там будет слабый там. Ну, в общем, пока так. Может быть, конечно, все изменится. Я подозреваю, что да, потому что я помню, когда это было время, когда я что-то не намажу, мне все проходило. Вот сейчас так вот выпендриваюсь. И поэтому у меня вот сложилось такое ощущение, что мне больше всего подходит российский уход и аптека европейская. Поэтому я сейчас кое-что покажу из того, что я покупаю уже неоднократно из средств по уходу, включая и очищение, потому что я реально знаю, что это хорошие вещи, что это хороший уход. Я не могу сказать, что я могу его рекомендовать кому-то. Я вообще думаю, что рекомендовать уход, наверное, не нужно, но может быть, кто-то там обратит внимание, не знаю. Итак, то, что я покупала неоднократно и собираюсь покупать еще. Значит, начнем, наверное, с масок. С масок увлажняющих, потому что я их больше всего покупаю и у меня обязательно должны быть в запасе какие-то увлажняющие маски. Одна из самых моих любимых это вот такая маска с калиной от Планеты Органики. И я ее вообще постоянно покупаю. Постоянно я ее покупаю, потому что приятная, вкусно, очень пахнет и она хорошо увлажняет. Очень приятная маска. Я не знаю, это моя самая, наверное, любимая вообще маска. И когда ее нет, я всегда думаю, так, что же делать? В общем, это для меня маска номер один. Ее, к тому же, легко купить. Она практически везде продается, во всяких планетах Органиках. Она есть всегда. Она есть в разных других магазинах, в общем, где продает косметику. Она стоит недорого. В общем, самая моя любимая вообще увлажняющая маска. Такая простая, при этом хорошо увлажняет. Крутая маска, моя любимая. Другая маска, она у меня еще не скрыта, но это уже у меня не первая покупка от бренда Конопка. По совету моих косметических подружек я открыла для себя этот бренд Конопка, и он мне вообще очень хорошо подошел. Тоже я уже не первый раз покупаю эту маску. Регенерирующая она называется. Да, она у меня тут совсем запаяна. Но она, так вскрою, она в таком металлическом тюбике, у них вообще маски все в металлических тюбиках. И вот, тоже очень хорошая маска. Она, наверное, все же больше дает питательного ощущения, но ощущение питательности, в общем, она мне тоже очень нравится, и я решила, что я ее тоже буду повторять, и поэтому она у меня уже не первый раз куплена. Еще мне очень нравится маска. Я найду, наверное, картинку, у меня где-то была. Я раньше покупала, сейчас просто редко бываю в золотом яблоке, которое находится в Кунцево-Плазе. Может быть, где-то можно заказывать маску от Спа Алтай или Алтай Спа. Такая зелененькая. Боже, это потрясная маска. Не знаю, может быть, ее надо как-то найти где-то заказывать. в интернете снова, но я раньше ездила в золотое яблоко в Кунцево-Плазе, и я ездила туда за ней, брала себе по две. Уже давненько у меня нет, но пока я, в общем, обхожусь вот этими двумя масками, но так как я часто пользуюсь увлажняющей маской, то, конечно, у меня большой расход. Вот, она тоже бюджетная. Я не припомню, чтобы какие-то маски дорогие, увлажняющие показали какой-то результат, чтобы я могла сказать, что эти маски хуже, ничего подобного. Две маски будут, наверное, у меня кислотные. Вот такая вот. Я использую ее как маску. Маска гамаш от Урияш. Я знаю, кому-то не подходит, мне подошла. Я не использую это средство как гамаш, я использую именно как маску. в чем плюс? В том, что вы можете ее нанести совсем на непродолжительный промежуток времени, на пару минут, и уже действительно есть какой-то эффект. Она у меня бывает в качестве как раз дополнительной маски, потому что она дает достаточно быстрый эффект. Я ее постоянно покупаю, я не знаю уже, какая она по счету. Тут еще к тому же хороший срок после вскрытия. Вообще, люблю Урияш за то, что у нее хороший срок после вскрытия. Урияш в принципе мне тоже в большей степени подходит. Все, что я пробовала от Урияш, мне все понравилось практически. Да, кстати, митилярная вода только ей понравилась. Ну, в общем, мне нравится действительно эта маска. И еще это тоже от моей косметической подружки Кати, совет, и тоже покупаю постоянно. Это от бренда Белита. Это серия с молочной кислотой, и там у них еще есть, кстати, очень хороший тоник кислотный. Вот эта маска у меня тоже относится не к кислотным, потому что молочная кислота здесь только, то есть всех остальных фруктовых кислот нет, поэтому я ее использую по четвергам иногда, то есть как дополнение к той, которую я использую раз в неделю. Тоже отлично очищает и легкая, очень, очень легкая такая маска, то есть чувствуешь, что да, ее можно мне и два раза в неделю использовать, то есть явно проблем точно не будет с этой маской. отличная штучка, мне тоже очень нравится и вкусно пахнет, кстати. Я постоянно себе покупаю вот эту пилинг-скатку от бренда NovaSweet, это единственное вообще, что у NovaSweet я покупаю, вообще странный бренд, ничего мне в них не подошло, когда-то я попробовала очень много, мне вообще все не понравилось, я понимаю, конечно, это прям бюджетный бренд, но знаете, вот я показала до этого много бюджетных брендов и отлично работает, в общем, это единственная штука от NovaSweet, которая мне нравится, это просто скатка, тупо, деликатная, простая скатка, скатка, это вот, она образует вот эти вот частички, когда наносишь по лицу, разносишь по лицу и все, больше ничего от нее не надо, поэтому вполне хватает мне такой штуки, действительно, обычная, нормальная, простая скатка, есть еще скатка, тоже от этого же производителя, но бренд пропеллер, но она с алициловой кислотой, та тоже чувствуется практически точно так же, единственное, что в ней есть алициловая кислота, да, но мне не нужна алициловая кислота, поэтому вот я пользуюсь этой скаткой, я уже упоминала, что мне подошел бренд Конопка и вот этот вот крем для глаз, тоже по совету моих косметических подружек, отлично мне подошел, я уже купила второй себе и купила еще и гель, пробую, вот в недавнем видео я его наносила, отличнейший крем, я его вот уже практически добила, но, ну тут он так вот топорчится, но тут уже совсем мало осталось, я его наношу на ночь и утром у меня нет потребности наносить крем опять навеки, то есть мне хватает его увлажнения, естественно, я умываюсь и все такое, но мне хватает вот этого ощущения, что все нормально, я могу просто нанести базу под тени и пойти, все вот он, это все этот крем и я его продолжаю покупать, долгое время я покупала крем, который очень похож на вот эту вот упаковку от, то есть у него такая же упаковка похожа на вот эту уже упаковку, он был с клюквой от тоже планеты органика и действительно очень мне нравится, я его постоянно покупала, но вот этот оказался лучше, и еще, что касается крема, это тоже ульяж, вот такой крем, который называется К18, ICA К18, здесь 18% фруктовых кислот, и я его использую два раза в неделю, летом я его исключила, и сейчас опять возвращаюсь, у меня уже совсем чуть-чуть осталось, я его еще буду точно повторно покупать, с ним вот я реально вижу, что лучше, вот я, когда его на время перестала использовать летом, я поняла, что мне его прям не хватает, дальше тоже скажу кое-что про умывашки, которые я покупаю постоянно, постоянно, это моя постоянная умывалка от бренда Нареева, я ее постоянно покупаю уже долгое время, примерно ее хватает где-то на 8-9 месяцев, я вот все забываю засечь, когда я ее обновляю, это моя вообще самая-самая любимая умывалка, она очень хорошо умывает, в общем, все отмывает, она кислотная, я знаю, что кислоты не особо работают в умывалках, потому что мы нанесли и смыли, но даже, я не знаю, я когда покупала, я верила в кислоты и все такое, в общем, мне было все равно, я, потом я узнала, что да, они могут не работать, неважно, она сама по себе просто хорошо очень все отмывает, я пробовала что-то другое, но нет, то есть, я вечером, после того, как использую средства очищения макияжа, обязательно умываюсь ей, и всегда, вообще все хорошо, она всегда домоет до конца, и все будет вообще хорошо, вот я ее люблю, и все время покупаю, и нужна мне на вечернее умывание, только она одна, смываю макияж я уже долгое время вот этим гидрофильным бальзамом, от бренда Organic Kitchen, который в содружестве, в коллаборации с Adele сделан, вот, я, у меня где-то было в инстаграме видео, вот так вот он внутри выглядит, такая вот, там масса, как маслица, кстати, вот сейчас, вот, он как-то чуть-чуть более пластмассово пахнет, что ли, не знаю, может быть, мне такая баночка попалась, так-то он очень вкусно пахнет апельсинчиком, он отлично вообще смывает, вообще удаляет весь макияж полностью, кроме, ну, он даже и на глазах удаляет, но, знаете, как все гидрофильные средства такие, они на глазах создают такую пленочку не очень приятную, поэтому я его стараюсь особенно на глаза не наносить, но тон, он очень хорошо смывает, я их покупаю всегда по две, у меня очень быстро заканчивается он, я стараюсь экономить, но у меня обычно два-два с половиной месяца и все, он заканчивается, и с глаз я удаляю макияж вот этим вот средством от бренда DNS, это вообще совершенно случайная находка, это гидрофильное масло, я его купила, чтобы мыть спонжи, я мою спонжи гидрофильным маслом, я решила найти какое-нибудь прям бюджетное средство и мыть им, значит, спонжи, я взяла его, оно стоит в пределах двухсот рублей, спонжи вообще фигово отмывает, я подумала, что все, вообще какая-то глупая вещь, дурацкая, потом я попробовала смыть макияж и поняла, что тон вообще не удаляет, но еще нет, как раз попробовала и поняла, что оно идеально отмывает макияж глаз, то есть любой стойкий макияж глаз идеально отмывается, к тому же не нужно тереть на эти там с помощью ватных дисков, ничего, мне очень понравилось в итоге это средство, хотя я его заказывала на Wildberries и сначала я написала негативный отзыв, потом поняла, что блин, а вещь-то хорошая и даже купила повторно, но я вот хотела показать вторую упаковочку, которую купила, потому что я вижу, что видите, вот так вот выглядит первая упаковка, а теперь я вот сейчас выну, вот так выглядит вторая, они, видите, они это прозрачная наклеечка, а здесь вот беленькая, я сначала подумала, что такое, в общем, я сначала испугалась, подумала, это что-то не то, именно для снятия макияжа класс, отличная вещь, я до этого пользовалась двухфазными средствами, но мне очень нравится, что не приходится использовать ватный диск, просто нанес руками на глаза, чуть-чуть помассировал, смыл и все вообще, я даже забыла, что такое, знаете, карандаши, которые не смываются. Еще я хотела упомянуть некоторые продукты косметики, которыми я пользуюсь, но я не покупала их второй раз, просто что-то я, наверное, куплю еще раз, не совсем, наверное, то, не этот герой мне должен быть в кадре, а герой, у которого салатовая тут наклеечка, это бренд Билен, да, я думаю, многие уже знают этот бренд, и Олеся Борзаева про него рассказывала, и, в общем-то, знаем мы этот бренд, в общем, этот тоник тоже неплохой, здесь молочная кислота, и я его использую сейчас как кислотный, но вот тот салатовый, в котором еще какие-то там фруктовые, по-моему, кислоты, мне намного больше понравился, и мне, я его еще раз точно куплю, этот я все-таки доведу до ума, но тот прям вообще мне очень понравился, это, наверное, первый кислотный тоник, который мне так сильно понравился, я упоминала, что в этой серии от Белиты тоже хороший кислотный тоник, но вот этот мне все-таки больше понравился, я еще хотела упомянуть одну штучку от Белиты, мне эту масочку посоветовала Катя, значит, это сплэш-маска, у них есть еще одна сплэш-маска, я не помню, с каким свойством, это просто увлажняющее, и это просто такая водичка, ее нужно наносить на лицо просто как бы похлопывающими движениями, нанесли чуть-чуть на руки и похлопывающими движениями, ну, типа как бы тоник, просто такой прям увлажняющий, увлажняющий, я скажу, что, по-моему, это вообще крутая идея, я буду покупать еще, когда нет вообще времени делать маску, но нужно срочно нанести что-то на лицо и там пойти заниматься какими-то делами или, например, тебя кто-то видит, ты не можешь ходить сейчас с этой маской или, я не знаю, ты собираешься весь день сидеть дома и тебе не обязательно проводить все эти процедуры, просто нанесла вот эту маску и все, то есть, это просто прозрачная такая водичка, очень приятно на лице и сразу снимает любую сухость, лучше, чем тоник, то есть, я могу сказать, что это как типа тоник, но нет, больше дает увлажнение, более приятные ощущения и понравилась мне в общем эта вещичка, я вот не помню, сколько времени она у меня уже заканчивается, я ее точно буду покупать повторно и еще одна штука меня реально удивила, потому я, наверное, вам расскажу, это гидрофильное масло от бренда Натура Сибирька, вообще-то я всегда очень скептически относилась к гидрофильным маслам, я покупаю гидрофильные масла корейские в подружке по каким-нибудь акциям, чтобы мыть спонжи, потому что спонжи лучше всего у меня отмываются гидрофильными маслами, этот способ мне больше всего нравится, но все остальное, я как-то пробовала какие-то российские еще гидрофильные масла, они вообще, помню, еще не смывали, поэтому меня очень удивило вот это средство, но это средство, насколько я знаю, это все-таки не российский бренд, это Польша, это средство все-таки только для глаз, тон не смывает вообще, никак не растворяет, что касается вот этого, вот решила я попробовать. Я такая говорю. Возьму. Не будет. Буду спонжи мыть. Значит, спонжи не отмывают. Знаете, что? Идеально смывает тон. Идеально. Просто полностью. Ничего не остаётся. Ничего не остаётся. Я была в шоке. Да. Я, кстати, первый раз решила вообще на всё лицо. Вокруг век у меня нет. Немного есть жжения. Неприятные ощущения. Кстати, не лучшая упаковка. У меня тут сейчас всё чуть потекло. К сожалению. Не лучшая одушка. Она нормальная, но почему-то у меня глаза не очень хорошо реагируют на неё. Но тон смывает идеально. Просто. Я после этого стала проводить ватным диском с мицеллярной водой и ничего вообще не осталось. Вообще ничего. Просто чистейшее было лицо. Я внимательно смотрела в увеличительное зеркало. Ничего. Ну, естественно, я всё равно потом гелем умылась. Но я думаю, что в принципе можно было и обойтись. Вот меня удивило просто это средство. А на этом всё. Надеюсь, я кому-то что-нибудь интересное подсказала. Особенно, что касается схемы ухода и вот этого распределения его по дням. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу такой системы ухода. Может быть, что-нибудь из того, что я упомянула, вы тоже используете или пробовали, вам не понравилось. вообще всегда интересно. Может быть, есть какие-то другие подходы к использованию какой-то продукции. Может быть, вы можете посоветовать тоже какое-нибудь крутое средство. Например, увлажняющие маски. Меня очень интересуют увлажняющие маски, потому что увлажняющие маски очень важны и они должны быть постоянно в моём арсенале. Всем спасибо за внимание. Пока!